Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я сделаю лекцию 3 по сравнительной астрологии. Имеется в виду, что мы сравниваем две астрологические системы, систему зодиаков Запада и Востока. И если мы сопоставим эти две системы, то мы увидим, что именно в сопоставлении мы узнаем гораздо больше о характере раскрытия цикличности, чем по отдельности, взяв мы каждую систему и рассмотрев ее. Итак, надо теперь разграничить все 12 зодиаков на группы. А эти группы у нас очень простые. Группа знаков ночи. Три знака первых. Стрелец обезьяна, козерог, петух, водолей, собака. Соответственно, с нуля, потом с двух часов и с четырех часов. Ночь. Потом идут знаки утра. Это рыба-свинья, овен-крыса и телец-бык. Их, соответственно, с шести, с восьми и с десяти. Еще раз повторяю, каждый знак продолжается два часа. Потом идут знаки дня. Вы уже поняли, что мы перешли в половину цикла вторую, отвечающую за знаки. Ну, мы как-то называли, что они вот там паразитарные. Ну, как-то не надо на этом зацикливаться. Это знаки просто другие по характеру. Они пользуются тем, что наработал социум. И в этом социуме развиваются и свои наработки. Опять-таки, отдают социуму. Эти наработки просто более тонкие, чем непосредственный созидательный труд первых шести знаков, первой половины цикла. Так что клеймить не будем, потому что у нас привычка клеймить и думать, что вот мы-то хорошие, а мы-то лучше. Мы все в этом цикле, поэтому не нужно, как говорится, искать худших в нем. Все просто поставлены Богом в этой жизни, не в следующей жизни вы будете в другом месте цикла. И если какой-то попадется вам клеймитель, вам будет просто неприятно, да и не за что ругать вас, какой бы знак вы ни были. В цикле так распределяются временные периоды. И все. От созидания стрельца обезьяны идет распад цикла, расходование цикла, и, соответственно, знаки все хуже, 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 хуже. Или слабее, там, как хотите назвать. Там можно по-разному говорить, что с ними происходит, но происходит ухудшение качества знака. Ну, прежде всего, качества морально-трудового. То есть они уже не хотят столько работать и так отдавать себя обществу последующие знаки, которые с шестого номера, как первые от нуля до пяти. Да и те от нуля до пяти, они как бы все слабее и слабее в этой решимости быть, как я говорил, молотобойцем, добытчиком руды, там и так далее. Все это постепенно падает. Падает трудовой вот этот вот энтузиазм и на смену приходит все более трезвое отношение к действительности. И оно, сами понимаете, связано с ослаблением созидательного качества знака. Далее переходим, наконец, к этой второй половине потребительских знаков и близнецы тигр – это день. Затем рак и кролик – это день два. И лев, и, соответственно, дракон – это день три. Можно называть здесь не безличные какие-то, так сказать, цифры. Я про первый знак не сказал, что это день один, но вы поняли. День один, день два, день три. Соответственно, близнецы тигр, рак-кролик и лев-дракон. И, соответственно, время их бытия в сутках – это двенадцать, или, скорее всего, лучше сказать, с двенадцати. Все время два часа. Знак продолжается. С четырнадцати и с шестнадцати. День один, день два, день три. И, кстати, вот мы видим, что здесь три фазы дня, и о ними четкие функциональные названия. Так же, как и предшествующие фазы ночи, утра и так далее. Дня, потом вы догадываетесь, что я буду говорить о трех фазах вечера. Это все, соответствующие три фазы, которые можно так обозначить. Ну, скажем, день один – это день формирования. День формирования. День два – это день кристаллизации или оформления. День три – день кульминации кризиса. Вот так день и любая из времени суток имеет такое функциональное значение. Переходим к знакам вечера. Вечер один – дева-змея. Вечер два – весы-лошадь. Вечер три – скорпион овца. Соответственно, они начинаются с восемнадцати, двадцати и двадцати двух часов. Еще раз назовем функциональности. Не просто вечер один, а это вечер формирования качества. Далее идет не просто вечер два, а вечер оформления качества или кристаллизации качества. Средняя фаза. И, наконец, не просто вечер три, а вечер кульминации кризиса. Ну, кризис в чем выражается всегда в этом три – будь то ночь, будь то утро, будь то день, будь то вечер. Это как бы такая переходная фаза, где уже грезятся нам черты будущего. Черты следующей части суток или следующего времени суток. Так, понятно. То есть уже как бы происходит выход за пределы, постепенный, конечно, за пределы обозначенного качества. С одной стороны, скажем, вечер три, двадцать два часа – это кульминация фаза двухчасовая, но и точнее ее называют кульминацией кризиса, потому что вечер постепенно теряет свое такое четкое лицо, и уже где-то мы чувствуем, что вот-вот начнется уже время новых суток. То есть оно начинается опять с ночи, и опять у нас цикл начинается. И вот что характерно, что вот эта вот цикличность суточная, она точно так же функционирует и в году. И в году. Вы уже понимаете, что каждый знак начинается с первого числа. С первого числа каждого месяца. Скажем, стрелец. С первого декабря. Ну и так давайте уж будем стрелец-обезьяна сразу сдваивать эти знаки, чтобы все время эти гороскопы имели соответствие. Затем козерог-петух. Это начало с чего? С первого января. Затем водолей-собака с первого февраля. И вот так далее. Вы и сами потом подставите соответствующие месяцы. Но всегда с первого. Потому что цифра один – это цифра начала. Это импульс начала. И против единицы нет никаких возражений. Единица – это стрела начала. Ну и почему стрелец у нас такой промежуточно-начальный? Он промежуток между старым и новым циклами. Потому что он стреляет в обе стороны. Вы заметили, да? И вот это вот и есть его какая-то граничная позиция. Позиция начала. Но понимаете, что стрелец, так сказать, и напоминает вам, что вот он был конец только что. И он есть начало нового цикла. Так. Ну а теперь немножко поговорим о... Не то, что о планетах вообще. Планеты были подсоединены, ну, как бы, по логике того, что всё со всем связано. И в основном планеты, как бы, подставлены как планеты. Но вдруг... Но вдруг у нас знак льва получил не планету, а светило. Им управляет Солнце. Я считаю, что вот так в ряд планет вдруг поставить само Солнце, это в высшей степени непоследовательно, неправильно. И думаю, что когда-то в истории астрологии это было сделано, ну, как бы, в придворной сфере, где хотели родившегося именно в Львовый период, ну, понятно, что будущий властитель. И вот этого властителя хотели немножко улечить, как бы, польстить ему и дали Солнце. Но несправедливо будет мешать планеты с самим Солнцем. Вот возьмите хотя бы Иисуса и 12 апостолов. Ну, вот это то же самое же. Иисус – это Солнце. А 12 апостолов – это, ну, предполагается, другого качества, так сказать, держители порядка. И они – планеты. Но вот в число планет не может попасть само Солнце. Другое дело, что каким-то образом качество Солнца отражается в каждой из планет. Ну, вот, скажем, вот Меркурий, да, начало – это самая большая планета Солнечной системы. Но она в тысячу раз меньше, чем Солнце. Ну, что это приблизительно, там, не будем высчитывать в дробях. Понятно. Понятно, что это разные классы. И вот то, что делается в астрологии, включается Солнце в знак Льва – это, ну, просто лезть какому-то правителю в какое-то время. Так это лезть осталось, но мы не будем это принимать, потому что это неправильно. Вот. Иисус и 12 апостолов. Всего 13 составляющих. И вот эти 12 – это 12 зодиаков. А Иисус – Солнце. Понятно, что вот день рождения Христа – это день рождения Солнца. Это есть просто австрономический вопрос. Христос символизирует Солнце. Солнце символизировано Христом. И вопрос решается религиозно очень просто. Религия – это есть мифология, которая описывает реальные процессы астрономического типа. И живого Христа не стоит представлять. И все эти страсти – это все переносное значение того, что происходит в астрологическом плане или астрономическом также планах с Солнцем. От месяца к месяцу. Если оно в декабре рождается, Солнце, говорят христиане, рождается Христос. И вот эти вот фанатичные христиане, они правда веруют, что это Христос, что Он был. Ну, товарищи. Ну, миф о Солнце глубокий, интересный. Ну, не надо, так сказать, видя, что явно речь идет об астрономии, сюда приплетать какие-то человеческие... Он все-таки был Бога-человек, Иисус. Видите, его все как-то погранично определяли, что Он и Бог, Он и Человек. И вот, наверное, Он был, и давайте страдать, как страдал Христос, сострадать Ему, как освободителю человека, атаков материального темного мира. Давайте не будем надрываться, речь идет о великом Солнце, непобедимом. Песоль инвиктус – это непобедимое Солнце. Вот и все. Теперь вы знаете, что есть четыре класса знаков, и в каждом классе имеется три знака разной функциональности. И эти функциональности как бы все время повторяются в последовательности, как функциональность формирования, функциональность кристаллизации и функциональность кульминации кризиса. До следующей встречи, дорогие друзья. Ваш Петриков Сергей. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы все с вами прекрасно знаем знаки западного гороскопа. И они имеют еще и такой параметр, как планета, которая находится в связи с этим знаком. И вот этот факт планеты, которая связывается с этим знаком, он очень такой нечеткий и нестройный. Во-первых, есть смешение планеты, их тут в основном, этих планет, набор, и Солнца. Солнце не может входить в этот ряд, но, тем не менее, здесь есть благополучно, так сказать, устроившееся Солнце в знаке Льва. Оно связывается со знаком Льва. И, ну, как-то это непонятно, потому что Солнце несопоставимо по массе с всеми планетами. И соединять именно звезду с планетами – это есть, ну, какая-то непонятная вещь. Ну, не может быть иерархии единой в рамках соединения звезды и ее планет. Это нелогично и ненаучно. Ну, что вы хотите с астрологией, она никогда не претендовала на истинную науку. Но, тем не менее, она существует. И есть еще масса всяких здесь непонятностей. Например, Меркурий принадлежит и близнецам, и Деве. Понимаете? Ну, я, кстати, слышал еще раньше давно, что Дева имеет другую планету – Прозерпину. То есть здесь много всяких вариантов насчет, так сказать, при совокуплении соответствующих планет. Но вот Солнце не выдерживает критики здесь, потому что Солнце – это единая система, которая держит всю систему знаков. Ну, вот недаром же есть Иисус и 12 апостолов. Это и есть, собственно, иносказательное отражение вот этой вот нашей 12-знаковой системы. Иисус находится в центре. Он не входит никуда, ни в какой, так сказать, астрологический отсек. Он есть вот именно целое. Всего. Начало и конец. Вот об этом, собственно, Библия нам, и здесь в данном случае Новый Завет, говорит. И говорит вполне грамотно. Понимаете? Здесь нет мешанины между апостолами и самим Иисусом. Это разные категории. Иисус – это центр всего для христианства. А апостолы – вот их 12, правильно? Мы имеем 12, так сказать, секторов зодиакальных. И это все должны быть планеты. И солнце здесь, связывающееся со львом, это нелогичное построение. Тут много еще всяких вариантов, так сказать, которые надо рассматривать. Ну, хотя бы даже вот рассказанное вам, это уже говорящая, что здесь недоработанная система. Ну, как это? Меркурий относится к двум знакам, понимаете? К близнецам и к деве. Ну, как-то это нелогично. Вот. Точно так же Венера, понимаете, она относится тоже и к тельцу, и к весам. И что же получается? Ну, получается какая-то билиберда, извините. То есть, насчет вот этих вот планетарных моментов здесь недоработано. И вообще в разных астрологических вариантах вставляются другие планеты и так далее. Для меня представляется интересная модель, где бы 12 планет Солнечной системы, ну, как бы искались, потому что вы знаете, что 9 планет Солнечной системы, а остальные на кончике пера вычисляются, там еще как-то, или они были разрушены в результате столкновения. Вот. Всякие вот такие вот домыслы, или это было правда, никто сказать, конечно, не может. Два пояса астероидов, понимаете? И вот это все, как бы, остатки бывших планет могли бы быть. Так что вот такие вещи. Насчет всех планетарных аспектов мы не будем говорить, потому что здесь все, во-первых, разнится от источника к источнику, во-вторых, дублируются связи одних и тех же планет с разными знаками зодиака и так далее. Ну, и в-третьих, вот Солнце, оно не должно здесь вообще присутствовать, потому что, ну, не может звезда сопоставиться с планетой. Ну, никак. Даже мы знаем, что, допустим, самая крупная планета Юпитер, и с нее, собственно, и начинается наша система. Очень логично, правильно? Тоника, помните, я говорил, Доника, самая крупная планета Юпитер, здесь все хорошо, здесь все нормально, и с огня начинается, как и вообще знаки зодиака должны начинаться. Они и начинаются с огня, но только со вна, что, опять-таки, у меня не так. Но я далеко не ушел, потому что я как бы не нарушил последовательность стихий. И, в общем, потому что Стрелец тоже огонь, ну, а дальше следует, так сказать, Земля-козерог, воздух-водолей, и вода-рыба, и так далее. Потом это все повторяется дальше. Это все дальше, все хорошо, но вот планетарный аспект, он явно в астрологии недоработан и сомнителен. Всего доброго, Петриков Сергей. Здравствуйте, дорогие друзья. Главлю маленький аспект по поводу критики связи знаков западного зодиака с планетами. Я уже говорил, что Солнце здесь неправомерно, потому что, ну, вы сами понимаете, Юпитер, самая крупная планета, вот она связывается с Стрельцом, это хорошо, это правильно, это удовлетворяет логику, это тоника. Понимаете, самая крупная планета, она как бы намекает на масштабы, которые уже приближаются к размерности Солнца. Вы знаете, что вообще-то, вот именно Юпитер в тысячу раз меньше Солнца, тут уже, ну, какие-то есть масштабные соответствия, разумные, но всё равно Солнце никогда не встанет в ряд планет, которые, вот у нас всегда, имеются в таблицах астрологических в связи с знаками зодиака. Только планеты, никакого Солнца, точно так же и Луна, связывающаяся со знаком рака, это планета уже, так сказать, планеты, вот, спутник планеты Земля, и она тоже, ну, как бы, ну, не должна здесь быть. Понимаете, почему все, так сказать, небесные тела смешиваются в одну кучу и нарушается всякая иерархия? Гораздо интереснее искать 12 планет Солнечной системы вместо известных девяти сейчас. И учёные ищут, делают предположения, но там есть астероиды, их достаточно много, там уже, так сказать, наоборот, превышение было бы, если бы мы их причисляли к каким-то малым планетам Солнечной системы. Ну, в общем, здесь аспект недоработан или неясен, или затемнён, так сказать, какими-то историческими свидетельствами или событиями. Всего доброго, Петриков Сергей. Дорогие друзья, я хочу сказать, что таблица знаков Зодиака, она ещё предполагает графу планеты, которая связывается с данным знаком. Но вот эта графа, она, ну, как бы не выдерживает никакой критики, потому что в число, так сказать, планет вдруг попадает звезда Солнца или спутник Земли, который уже не сопоставляется, как бы, как равноправная планета, там, она никак не может фигурировать в ряду планет именно Солнечной системы. Это спутник Земли, Луна. И, тем не менее, она здесь вставлена. Почему? Потому что не хватает, понимаете, планет Солнечной системы, чтобы было их 12. Есть, конечно, выход, что мы можем, ну, карликовые использовать планеты Солнечной системы, да, и это нам даже даст больше тогда тел, которые можно причислять к одному классу планет Солнечной системы. Вот, посмотрите, у нас, значит, всего 9 известных нам планет, 9 известных планет, значит, Меркурий, по порядку называем, Венера, Земля, третья планета, Марс, да, 4 планеты, и еще дальше идет 5 планет, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вот 9 планет. И вроде как еще 3 бы где-то найти, но вот их найти толком не могут, поэтому сюда, в эту систему мешают и само Солнце, которое является, ну, звездой, а не планетой. И здесь, конечно, мешанина, Луну потом сюда же, понимаете, которая является планетой другого типа, это спутник планеты Земля, вот такие вещи, и дублировки, идут дублировки, которые нас тоже удручают. Ну, в чем эти дублировки сказываются? Вот планета Венера, она связывается и с Тельцом, и с Весами. Далее, у нас есть такая планета, как Меркурий, и она тоже связывается и с Близнецами, и с Девой. И вот здесь аспект связи с планетами, конечно, очень туманный, неопределенный, да и в разных западных именно астрологических системах. Планеты по-разному выбираются, поэтому здесь я не собираюсь наводить порядок, он, ну, как бы среди беспорядка не может быть наведен. Вот, это дело просто, ну, как бы можно взять за скобки, потому что, ну, не выстраивается стройная система, а берутся разнородные объекты. Да, имеются какие-то, ну, как бы даже масштабные сближения планет Солнечной системы и Солнца, светила, звезды. Вот, скажем, скажем, вот такой факт, что Юпитер, понимаете, планета, она в тысячу раз меньше Солнца, это уже нечто сопоставимое, но все равно, так сказать, это разный структурный элемент, поэтому он не может сопоставляться и включаться Солнце, я имею ввиду, в число планет Солнечной системы. Солнце это Солнце, Солнце это целое, понимаете, и другое дело, что там и там аспекты Солнца могут как бы отдельные аспекты подчеркиваться в каких-то сравнениях, метафорах и так далее. Ну, вот так оно и есть, допустим, вот Лев, вот здесь вот он прямо связывается с Солнцем, ну, как может вот отдельный знак Зодиака и вот он охватывает все целое, нет, это аспект Льва, что он солнечный, что это царь зверей, и вот в этом смысле только, что это нечто царственное, конечно, здесь Солнце привлечено, но структурных никаких однообразий или единообразий, лучше сказать, здесь нет, и поэтому реально Солнце не может здесь фигурировать, как и Луна при знаке рака, потому что это другой структурный уровень, это спутник планеты Земля, но не сама планета Солнечной системы. Всего доброго, Петриков Сергей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин 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 Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин